Вчера позвонила подруга, говорит, представь, мне вернули деньги. У нее бывший муж за крупную сумму денег не возвращал. Все кормил завтраками, судами отдам. Я ей посоветовал купить обсидиан. Говорю заодно, проверишь действия эзотерики. Прошло меньше месяца, деньги ей вернулось. А вы знаете, что когда вы дарите вот такие эзотерические правила другим людям, то они, скорее всего, с вами потом не смогут работать. А если и будут работать, то будут работать плохо. Ведь данное эзотерическое правило, я его вам передал, а у вас не было на то разрешения. И вы, когда делитесь эзотерическими практиками, в дальнейшем можете столкнуться с тем, что они, к сожалению, с вами перестанут работать. Не совершайте ошибки, серьезно. Эзотерика ошибок не любит. Это правило, они как аксиома работают. Стоит ли жениться или выходить замуж? Ответ для мужчин и женщин разный. Мужчина, для того, чтобы у него продолжался духовный рост, а также для того, чтобы он духовно возрождался, этому мужчине необходима семья. Так как для мужчины один из элементов духовного подвига и духовного роста является элемент, где он обзаводится семьей и детьми. Таким образом, если вы мужчина, и если вы живете, и нет с вами рядом женщины, это будет приводить вас к тому, что вы плавно будете деградировать. Женщина, наоборот, будучи эзотерически, энергетически человеком, которого мужчина вампирит, и будучи человеком, который является элементом, ну нельзя говорить элементом, а человеком, который энергетически является как бы человеком, поддерживающим мужчину, у женщины все очень часто происходит совершенно по-другому. В случае, если женщина имеет семью, в случае, если женщина имеет радость жизни, и у нее есть о ком заботиться, то для продолжения духовного роста ей нет необходимости иметь рядом с собой мужчину. В случае, если вам не хочется заботиться о мужчине, в случае, если вам вообще не хочется мужчину, не стоит стремиться в этом направлении, и не стоит, чтобы такой мужчина рядом с вами появлялся. Поэтому я хочу вам сказать, если вы мужчина, и вам не надо женщина, то вы должны стремиться к тому, чтобы она рядом с вами появилась. А в случае, если вы женщина, и вам не нужен мужчина, то я могу сказать вам, что есть смысл успокоиться и переместить свое сознание и чувства в другую сторону по отношению к своим детям, по отношению к своему здоровью и красоте и так далее. У мужчины без женщины развивается озлобленность и апатия. Так же не происходит духовной реализации. У женщины все равно.